Саша и Лёша – братья. Семейная трагедия два года назад оставила мальчишек без родителей. Но ребята без семьи жили недолго. Почему у супругов Мурзиных возникло желание взять на воспитание братьев, когда своих детей двое? Мама теперь уже большого семейства объясняет просто. Дети, они и есть дети. Двое или четверо – неважно. К тому же мальчишек они знали с детства. Мы просто с мужем сели и поговорили. И не он предложил, а я предложил. Говорю, Лёша, давай мы попробуем детей взять. Он такой говорит, а ты сможешь? Я говорю, ну а что там, где две рубашки постирать, где четыре? Ну какая разница как бы. Вы знаете, как я боялась, как говорится, я вот сама себя все время настраивала. Я такая говорю, ну как, дети же уже взросленькие, все равно дочь как бы еще поменьше. Год разница как бы с Сашей, с Лёшей это два уже года. Такая говорю, как, чего, мальчишки тем более взросленькие и так. Конечно, я боялась, но мне очень помогла школа приемных родителей. Я ходила, же нас там научили. Своих маму и папу ребята стараются радовать и почаще. Результатами в учебе, спорте. В составе футбольной команды мальчишки завоевали немало медалей и грамот. Но для Лёши и Саши главная награда – тихий семейный ужин, когда все, наконец, дома. Откровенно нравится, даже очень. Каждыми днями, вечером мы проводим ужин общий. Все приходят, наверное, в полдесятого, в девять ужин проводим, кушаем. Все, кто о ком думает, то, что плохо сделал, то, что сделал, это все говорится за семейным столом. Саша, ну а ты стараешься что делать для того, чтобы порадовать маму с папой? Помогать им. Слушаться их. Трудно приходится слушаться иногда? Да. Преодолеть стеснение в первое время, признаются мальчишки, помогли новоиспеченный братик с сестрой. Больше времени с братьями проводит Алина. Она учится с ними в одном классе. И хотя Саша и Лёша парни вполне самостоятельные, сестренки вместе с мамой частенько приходится за ними приглядывать. Мне приходится больше делать, конечно, так как я девочка. Ну что про братьев свои скажешь? Что они клевые. В большом семействе, говорит мама Мария, с появлением ребят в общем мало что изменилось. Стало разве что больше любви и заботы к друг другу. Случается всякое, как и в любой семье. Но какие бы ситуации ни происходили, важно, чтобы приемные дети таковыми себя совсем не ощущали.